Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Начинается программа «Разворот» Сегодня ее ведут Марис Морканс и я, Наталья Михайлова С нами звукорежиссер Евгений Копеин В этой студии сейчас Композитор Раймонд Паул, здравствуйте Добрый день Раймонд Володимарович, с днем рождения у вас Спасибо, уже прошло, спасибо Ну да, уже прошло 12-го Знаете, как вокруг столетия Латвии Три года, так вот вокруг вашего дня рождения Это уже неделю до, неделю после Я как раз заодно хочу сегодня поздравить Через ваше радио, великого нашего Дирижера Мариса Янсова У него день рождения, он в Петербурге Именно сегодня, да? Именно сегодня, да Да, ну вот, все равно 83 года вам исполнилось, вы всех Продолжаете дразнить такой своей бодростью Бодрость? Да, я тут на днях общалась с одной Женщиной, ей 77 Она говорит только про лекарства, про болезни Про плохое настроение Про депрессию Плохой сон Вот Об этом возрасте, о чем говорите? Только об этом Но вы же находитесь о чем? Да, ну Иногда нахожу Когда на сцене Когда на сцене, да Но все равно к вам все время обращаются За таким рецептом молодости Не знаю Не могу никак Периодически Я только знаю, что если у тебя есть работа И ты можешь еще что-то делать Вот это тебя и держит Если это не будет, все, тогда конец Ну вот люди заканчивают работу, выходят на пенсию Садятся на диван И скоро умирают И смотрят телевизор Да, быстренько Быстренько А в чем смысл жизни? Смысл? Да Не в самой же только жизни Ой, смысл Как у кого Я доволен Все-таки То, что я Я не знаю Ничего особенного не сделано Все равно Кое-что мне удалось Кое-что нет Дай Бог Всем так Просто двигаться? Конечно Только Только это Да Ну у вас есть музыка А вот кроме музыки Что еще? Все-таки Ну в принципе Такое ощущение, что музыка Это вся ваша жизнь А вот может быть все-таки Что-то еще Что Особенно Такого нет Когда-то по глупости еще Я запутался Какими-то политическими Делами Слава тебе, Господи Что я от этого избавился Сейчас я даже об этом разговаривать Уже не хочу Так что Мне единственное Что остается Это реально Ну и Какие-то идеи Где-то Я У меня хорошая Какая-то совместная работа С русской драмой В Риге У нас несколько удачных Спектаклей Например По-моему Уже Одессу сыграли Не то 150 Или 170 Спектакли Это в наше время Очень хорошо Но вы поселились Между радио Между Сеймом Между Национальным театром И Русским театром То есть Да, я там близко Вот у меня все И Особенно Сейм мне нравится Что он близко Налево-направо Налево-направо Когда идут А встречают Таких интересных людей Иногда Хочется Побыстрее Подальше Это мимо Сейма Да Ну а, конечно Ну иногда Вижу Хорошего человека Это Клементьев Мой друг Был этот Штангист Щербуда Пострадал он Немножко В Таиланде Ну были люди Когда там И весело Провели там время Хорошо Что можно Над этим Так посмеяться Что было-было Хотя Ну да От смеха До слез Очень близко Когда вы плакали Последний раз Что-то Я не помню По-моему Не было такого Я не плакал Я отвел Свою собачку Мне надо было Вот это было Плохо Когда надо было Ее вести На последний путь Это Грустно Грустная история А сейчас Вот у меня Дочь Отдыхает И То есть Во Франции Она что мне Все время присылает Только Фотографии Своего Бульдога Английского Про меня Она не интересуется Она мне Покушал Не покушал Покакал Не покакал Все У него там Это основное Но он красивый Своей Не красоте Он супер Вот это Который храпит во сне Да Ну вот это Такие вот мелочи Из этого строится Вся моя жизнь У меня две нучки Да Которые Оба закончили Какий-то супер Университет Молоденькая Уже Фильмы снимает Она учится В этом университете Лос-Анджелесе В кино Боюсь Что она там И останется Я думаю Что это так Оно и будет В смысле Не вернется В Латвию Да Ну Как обычно Кино у нас Здесь довольно Сложно Денег нет Или денег Очень мало А фильм снять Это надо Деньги Вот такая жизнь Вот так я живу Вы не Не расстраиваетесь Что вы С Ланой Вот так получились Одинокие Вот так оно Это у многих Ну а что поделаешь Ну Она тоже свое время Бросила своих родителей Уехала Одесса Да Ну конечно А когда вы были там Последний раз По-моему И спектаклем Несколько лет Ну это уже Не та Одесса Это По-моему Сейчас вообще Лучше Оставить там Кто там едет Регулярно По-моему Жванецкий Он там уже Одессит Он такой Даже вчера Ночью смотрели Дежурные по стране Да Да Мы всегда смотрим Это Ну для Ланы Это же воспоминания Конечно То я десцель Да Это Юмор Хорошие музыканты Оттуда Много Оттуда Вышло Из этого города Вы о Латвии Тоже можете судить Вот За 80 Стране 100 Да Ну прошли эти праздники Ну по-разному Конечно Там Центральное событие Конечно Был праздник песен Он довольно удачный Удачный Да Но остальные То что эти Постановки Громе На них как-то Я думаю Там что-то Слишком Они были Тяжелые Мы Слишком много Мы вспоминаем Все время А вы все отсмотрели? Истории Ну я так С одним глазом На телевидении Да Я Я люблю Для другого Стиля Концерты И Ну там Слишком много Вспоминает Трагические события Истории Вот это На этом Акцент Ну Я не знаю Где-то это можно Но Небольших дозах Ну Не Ну да Ну Как-то Сам ты должен Все это Создавать У нас же Мало Кто помогает Например Нам Радиооркестр И тогда Как трудно Что-то достать Какие-то Финансы Особенно Сейчас Это уже Эти Спонсоры Тоже все Исчезли Куда-то Кого-то Посадили Кого-то Нет Денег уже Ну Откуда Их брать Еврофонды Да-да Вот эти Ну да Все время Был у меня Хороший Спонсор К сожалению Ушел Из жизни Малыгин Хороший парень Ну Вот такие Делы Ну а что я здесь Пришел плакать Что-ли Нет Это я спросил Когда Здесь нет Ну а вы говорите Вот эти столетия прошли Там Там плакали Там вспоминали Там Все время Да Окупация Ну это тема А что Что можно против сказать Вот В 60-е 70-е 80-е Вы Эти Эти времена Вспоминаете Я спрашивал Почему нет Мы весело жили Это же молодость Все наше Это музыкально Я великолепно Помню Все эти Я же начал Свою карьеру Через Каких-то Клубы Танцы Да Но это же В рестораны Все Я это все Прошел Я Помню Первые эти Ночные клубы Которые Кто делал В Комсомольце Да Да Комсомольская Организация Да тоже Был Я помню Здесь Недалеко Отсюда Да Эти ребята Там уже Начали По-другому Крутить Все эти дела Ну Тихоря Ну Так что Ну Нет Я вспоминаю Всегда С удовольствием Как мы встречались На песне года Скажем В Москве У нас это было Очень такое Веселое мероприятие Там понаезжали Из всех бывших Республик Да Ну Конечно Вы Заканчивала Аула Да Ну Где Был Армяне Там был Конья Грузины Вино Это все У нас Весело Все это Жили Гостиница В общем Там Ночью Было Очень весело Ну Вот это Такие Да Первые Мои встречи Пугачева И конечно В выступлении Тоже Вот тоже Можем Она Мне поздравила Даже Так Готовится Своему юбилею Возвращается На сцену Да Ну Это регулярно Это уже Так Спривыкли Уходим Приходим И Я тоже Мне 50 Был Я просто Уже Прошу Десят Ушел Семьдесят Восемь И еще Пока еще Двигаюсь Ну а когда Артист должен уйти Есть какой-то Критерий Это ты сам должен Понимаете Есть Конечно Есть момент Который ты сам должен Понять Что уже нельзя Да Уже ты Ну Просто физически Ты уже не можешь Да Ну это же ясно Да Так что Ну Это больно Конечно Уйти Это не так просто Люди Которые всю жизнь В театре Да Я Уже сейчас Смотрю Они иногда Это Старое Поколение Они просто Приходят Посидеть В театре Хотя бы Там Ну побывать В этой атмосфере Да Ну хотя Они уже Как будто Ушли Ну Вся жизнь Да Ну это Грустно Да Ну К сожалению Но можно где-то Вот рядом быть Вот Там если Брать директоров Театров Там вот Сховал ушел Рубинис ушел Да Лансманист Директор Рундельского замка Тоже Да Лансманс Вообще Это Да У них у всех Вот эта Эпоха Да Вот эпоха Слезно Ссяг Вы думаете Это приятно Там же Нет Ну этот уже Ты Если уже Ты на сцену Вышел Ты уже Отравился В хорошем смысле На всю жизнь Да Это уже Да Вы когда уходили Вы за Как-то пытались Чем-то заменить Это Ну вы знаете Чем я заменить У меня Инструмент дома Да Я могу Всегда Как-то Нативный Я сам Придумываю Какие-то Свои Да Я Кто-то Нам Заметил Какого-то Певца Или певицу Я Ну Стараюсь Какую-то Сделать Программу Вот это Моя работа Да Это я Им где-то Помогаю Своё время С репертуаром Есть Певица Одна Которая Вообще На моём Репертуаре Всю свою Карьеру Построила И так далее И так далее Да Ну Им конечно Это Сегодня Пробиться Очень Трудно Потому что Эти записи Эти видео Это Всё Это стоит Бешеных денег Откуда Этому молодому Достать Там Чтобы в уровень Сразу Ну Конечно А кто тебе Этот клип Будет делать Без денег Даже Да У нас Наш А там Зарабатывает Очень большие Деньги Раскройте секрет Вот Когда к вам Обращаются Начинающие Молодые Артисты Какие у вас Критерии Сказать Да Мы работаем И сказать Нет Нет Вот это я не могу На Этот вопрос Это мне Часто Задают Почему я Именно Потому что Со мной Было Связано Очень Много Фамилии Которые Благодаря Хочу С этим Хвастаться Благодаря У меня Люди Не понимают Ну что Сперва Должен От Бога Чтоб тебе Дан Голос Тембрь Твоего Голоса Вот Из этого Тогда Начинать Думать Дальше А вас Звали Все Вы же Были бы Судей Поначалу Я был Своими Репликами Я там Уже Ну мне Там Я помню Я что-то Хорошее Про этих Женщин Друг Сказал Мне Потом Из деревни Сметану Такую Баночку Настоящую Сметану Очень жирная Как благоденна Но зато Вкус Классный Это Не то что Нам продают Там Господи Эти Химии Вы Вот Про деньги Начали Говорить Что Не пробиться Читала Ваше Интервью Про Голубые Огоньки Что Вы смотрите И говорите Что Какое У них В России Качество А у нас Самодеятельность Разве Не в деньги Все Упиратель Деньги Там Играет Тоже Ну Хотя Посмотрите Эти Костюмы Кто Может У нас Позволить Столько Костюмов Сколько Киркорова Например У него Целая Передача Была Только Костюмы Лучше Вы говорили О песнях Или же Нет О костюме Демонстрируют Это Нужно Для Сцены Конечно Для Этих Шоу И так Далее Да Ну Иногда Кто 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 Выходит Просто Джинс Как Рубаш И Поет Дай Бог Ему Не Нужно Никаких Костюмов Ни Декораций Ничего Микрофона Вот Я думаю Что Вот Например Такой Феноменальный Исполнитель Как Был Высоцкий Что Ему Нужно Было Костюмы Нет Он Расстроенный Гитарочка Вшел И все Сделал Всю работу Но Мерседес ему Был Нужен Там Это Уже Другие Делают И Французская Жена Любов И так Это Уже Там Рядом Зато Его Репертуар Был Супер Популярный Супер Ну а что У нас Действительно Все такое Прям Самодеятельное Все Они Самодеятельные Ну что Поделаешь Понимаете Над программой Над номером И надо Работать Мы не Работаем Мы просто На сцену Выходим Отпеваем Песенку И все Ну как Не работаем Все же Говорят Что они Днями и ночами Репетируют И Я не знаю Все приходят И Рассказывают Ну я не знаю Результата Никакого нет Я думаю Последний Конечно Который Сейчас Ну Так Вышел Уже И на Российскую Сцену Это Бусус Интерс Он уже Как-то Масштабно Мысли Да Он уже Там Крутится Ему Уже Если Уже Показывают Этих Концертов Где-то Честь Милиции Значит Ты Уже Своего Добился На первом Канале На первом Канале Например По моему Позов Когда повторяли Какой раз Мой авторский Концерт Я смотрела Как раз Десятый Или Не знаю С какой Раз Но это Не было Специально Подготовлено Это Довольно Было Так На скорую руку Приехали И все Сложили Просто Каждый Выходил И пел Ну вот Так что Это Не так легко Как все Это Смотрят Там Свои интриги Свои дела Всегда Были и будут Вы больше За ностальгию Или за будущее Ну я не знаю Я вообще Настроен Всегда был Я уже Сентиментальный Где-то По своей музыке Кое-то Пишу Или когда Я играю Сам Ну так Есть такое Латвийское Слово Кайфую Я просто Играю С одним пальцем Да Это 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 Вот мой Да Мне не надо Много Я могу Начинать Две-три Ноты Из Долгой Дорога В дюнах И все У меня Я уже Я уже Вижу Что публика Уже в дюнах Так что Это А зачем Ну что Я буду Прыгать Там сегодня Те рэпы Или Какое Это Я к этому Отношение Я люблю Большой Оркестр Шляги Симфонический Состав Да Легко Запоминаешь Если Вот Скажешь Мелодии Которые Можно Сейчас Сейчас Как-то Это Все Исчезло Я Вот Я не мог Что-то Вспомнить Я смотрел Немножко Голубой Огонек Чтобы я Вспомнил Что они Пели Нет 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 Раньше Как-то Показал Там Тухманов Вспомнил Сразу С ним Вот Вы 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 Могли Б Там Качество Я Предлагаю Почему Нет Я У меня Рейтинг Очень Ой Рейтинг Москве Ой Дай бог Дай бог Я Мне Предлагают Все время Да Все время Ну вы знаете Как можно было Легко делать Авторские концерты С моей Мне не надо На афиши Написать Автор песни Миллион Алых роз Авторский Вечер Все Да Или там Еще Листья желтые И так далее И на этом Все часто На этом И строят Ну Это вам Неинтересно Да Уже Да Уже нет А что интересно Нет Понимаете Ну как Если Ну здесь и проблема Понимаете Сколько я на сцене Я могу что-то написать Новое Мне кажется Что это неплохо Или Но все равно Я чувствую Что люди ждут Мне то Что я сделал Ностальгия Да Вот именно 70-80-е годы Я без этого Как Вайкл и сказал Если она не спела И все Не вечер Что-то Вечер не удался Что-то там Не хватает Да Вот это такая У нас судьба Ну что поделаешь Люди этого Ну хотят Ну а почему так актуальна Эта ностальгия Ну очевидно Она прям особенно Вот с российских каналов Она прям особенно идет Даже Ургант Да Вот Сделал Голубой Ургант И Молодые пели песни С 90-х И это опять тот же ход Опять же ностальгия Ну значит Что-то В данной ситуации Нового ничего нету Нету на что Люди уже требуют И возможно Все-таки Всегда же Выигрывает Мелодия Да Мелодия И особенно Сентиментально Русские больше любят Конечно Минорный Настроение Ну там Немцы Шлягин Мажор Тролливали Ну во всем Это же Меликолепно знаем Да Но вы смогли Это и объединить Да Ну иногда Что-то удалось Иногда нет Ну это Все зависит От исполнителя Тоже конечно Как было бы не было В свое время Алла Сделал очень Большую работу Без нее Вообще Алла Потом Леонтьев Потом Я рад Что например Бусулис Этот его Коронный номер В прошлом году Это я тебе рисую Это же пел Ях и Алла Ях и Алла Давно уже Ушечий Хороший Хороший Певец Бусулиса Своя такая Аранжировка Долгая Совсем Да Дело Было шикарно Это уже Что есть Хорошо То хорошо Пока он С этим и ассоциируется На российской эстраде А это Елена Я тебя рисую Нет я имею ввиду Про Бусулиса С этой песни Он уже выходит Вот так оно бывает Вот видите как Вот это его Сейчас даже рекламируется Концерт Конечно идет фраза Из этой песни Да Ну вот Так мы Должны Ну что поделаешь Авторский концерт Леграна На всем он строится На его Вот он Коронный номер Прервемся Ненадолго Буквально Рекламная пауза Раймонд Паулс Студии Продолжаем разворот В студии Раймонд Паулс Ведут программу Марис Морканс Я Наталья Михайлова Звукорежиссер Евгений Копеин Пишет Нормунд Добрый вечер На полном серьезе Так простите Это не то сообщение По другой теме Извините Добрый день Паулс Кумир моих трех сыновей Молодых пианистов Смысл жизни творить Спасибо за ваш Политический Незгибаемый позвоночник Политический Незгибаемый позвоночник Ну так Вы ушли из политики А политика Видите за вами Все равно Да Но к сожалению К сожалению Это плохо Когда где-то Появляется Политика И когда начинается Мешиваться В этих делах В культурном мире Это не надо И что Не смотрите И не следите И ничего Не по телевизору Я смотрю Когда я хочу Я смотрю Русское телевидение Когда я смотрю Смотрю Другое Мне это Все интересует Вот эти все Политические шоу Смотрите Иногда даже Да Иногда Это и смотрю Мой кумир Конечно В смысле Сцены Это Галкин Да Лучше всех Вот это программа Да Это у меня Я уже считаю Его великим мастером И Ну мне вообще Ну Я Жванецкого Уважаю Думаю Даже ночью Только Глупо Ночью Где-то Начинается 12 часов Ночью Передач Кто им там Так ставит Я не знаю Специально делают Может быть И специально А вдруг скажут Что Не Ну это Это плохо Очень Но зато В самое рейтинговое Время Как раз Вот эти политические Шоу Да Ну они Да Ну Чтобы Что Совсем Надо ознакомиться Вот я не знаю Почему нельзя Это посмотреть Что там плохого Это или глупо Закрыть границу Кого-то не пускать Из певцов Или Это же глупость Кто Кто Просто мне кажется Они там просто кричат Друг на друга И Очень трудно понять Что Что они хотят Ну да Что поделаешь Дерутся везде В Японии В парламенте Дерутся Где В британском Очень Да часто Да Очень громко У нас еще Они подрались Но я думаю Что это в будущем Будет Дождемся Вы за нашим Формированием Правительства Тоже следите Это вы знаете Просто весело Но это Не так Нам говорили Что все новые Будут По-моему Все старые Там опять вернулись Каким путем Я не знаю Не знаю Там опять Вся Компания Те же самые Партии Крутится Ну что поделаешь Да Ну да Подождем В эту неделю Все решится Вот Вы не любите Пафосные слова Я знаю Но все равно Вот что для вас Патриотизм Что я здесь Живу Работаю Никуда не собираюсь Уезжать Но вас не обвиняют Что вот Ваша семья уехала Там Внучки Ну да Ну Кстати тут недавно Российская пресса Напугала всех Что вы уезжаете Нет Ну это я никуда Я мог Мне тогда надо было В 80-е годы Уже Ну да Можно было уехать Ну Нет Я все-таки Я Останусь Здесь Вот это я считаю Что работать здесь Вот это мое Это мое понятие Патриотизма Да Не эти какие-то Лозунги Кричать Или так Нет Надо самым здесь Что-то делать И постараться Чтобы эта страна Была на каком-то уровне На каких людей На каких людей Вот на каких лидеров Вы возлагаете надежду Ну вот это Сложный вопрос Очень сложный Вот это именно Тоже недостаток Недостаток Даже вот этих Политических лидеров Надо очень сильно Вот есть да Личности Я не могу Даже Мне трудно Если мне когда-то Спрашивают Как вы Из кого вы Больше всех Цените Из латышских Я знаете Кого называю Называю Ланцманист Да Ланцманист Да Рундалс Прекрасный Я его знаю Вот это Человек Который что-то Создал Да Это Это фигура Да Вот где вот таких Ну вот он Ланцманист Почему он не в политике Потому что Он не президент Потому что он умный Например Он умный Ну человек Он делает свое Он сделал свое Он же начал с нуля Все этот ужас В шестидесятых Все это По копейкам Собирает Все это Восстановить Его знания Да Ну он тоже Страдин Академик Очень Умный человек У меня сейчас Мой такой Мы с ним всегда Вечером Созвонимся Хирург Очень хороший хирург Это Андрей Эрглес Это такая Интересная фигура Интересная фигура И он Я спасаю Иногда Рафаэльсона Когда ему Плохо С сердцем Тогда Я звоню Эрглесу Чтобы Устроил больницу Рафаэльсона Яшу Яшу У меня Блат есть Это такое Нет Хорошо Молодые Вы видите Не могу Нажмать Нет Нет Я даже Не Ну вот Молодых Нет Дети И внуки Уехали Ну вот Такая Ситуация Ну что Поделаешь Все надо Хочет Эти Я даже Не знаю Дают ли Тот результат Эти школы Которые Между прочим Эти университеты Которые Там стоят Большие деньги Очень Большие деньги Да И так далее Но стремятся Вот я закончу А потом Потом Как работать Дальше Нет Но есть Которые Очень способны Они там устраиваются Конечно Устраиваются И живут хорошо Медики уезжают Да Ну А вы Как-то представляете Ну простите С вашим опытом Представляете Вот в Латвии В будущем Какая она должна быть Ну вот Да Скажите Представлять-то я могу Но 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 Надо людей Которые Это создают Да Это сперва Экономика Экономика Которая Должна Все регулировать Да У нас Все Все-таки Все равно Решает Все Финансы Между прочим В Латвии Очень много Театров Оперы И так далее Все На государственной Дотации Да Между прочим Америки Нету Такой Там Фонд Только решает Да Это уже Совсем Другие Там Обороты А мы Все-таки Как-то Этим Театром Не даем Много Ну Они Какие-то Денежки Ну И государство И Получается Руководит И требует Как заказчик Определенные Дай бог Дай бог Да Может быть Надо было Пересмотреть Много Идут ли По правильному Пути Эти День Мы Каждый день Читаем Какие-то Все-таки Знают Какие-то Дела Миллионы Исчезают И куда Исчезают Не знаю Не знаю Это Очень плохо Ну Поскольку Я сам Пострадал От этого Всего Тогда Мне Очень Я с улыбкой На это Смотрю На меня По сегодняшний День Никто Мне не ответил И так И все Ужил Да Меня обокрали Это не банкрот Это обокрали Ну вот так Оно и есть Ну что поделаешь Но этот год Он еще И не только Столетие Но еще Год краха Еще одного банка АБЛВ Да Ну вот видите От этого Вы не пострадали Надеюсь Нет Ну я Нет Ну Понимаете Там же тоже И фонды были И благотворительные Я уже не могу понять Почему Если у нас Государство Тогда Есть ли один Латышский Государственный банк Где я могу Свои деньги Ну Положить Что у меня дома Их держать И жить Что если я зарабатываю Нету такого банка Вообще Советское время Еще там платили Какие-то Два Два процента Или что-то было Какие-то копейки А сейчас вообще Ничего Не платят Все еще должны платить За все операции Какие-то Которые там Ты еще должен заплатить Да Ну вот такая ситуация У вас Ваши концерты Объединяют Два общества Это Для вас Не новость Есть русское Общество Есть латышское И политика Государства Вот Такая Что С нацименьшинствами Все в порядке Все идем В правильном направлении Но мы видим Пикеты Видим митинги Видим недовольство Перехода русских школ Из билингвального На латышское Вы вот В своей жизни Вот это Ощущаете Эти два берега И как Ощущаете Я не знаю Вот я недавно Играл В русской драме В русской драме Играл В эту То что мы Между прочим По-моему Впервые Мы сделали Когда из латышской Поэзии Перевели на русскую Между прочим Очень удачно Это сделаем Мы делаем Этот спектакль Девушка Из кафе По-моему Где плотников И вторая Актриса Вот это делает И видите Что в зале В зале У нас Литовцы Русские И я же вижу Сразу Если вот Сцены После спектакля Много Женщин Со цветами Ну конечно Я понял А что там В зале Мы там не чувствуем В этом театре Как-то очень хорошо Вот это такая Интернациональная Вот именно Там и латышская Публика И русская Все в это Спешит Это культура Это культура Все с уважением Относятся Спектакля И никакого Там проблем Нету Нету Проблем Приезжает же Много Русских Артистов В Ригу Я смотрю Афиши Ой-ой-ой Ой-ой-ой Да Никаких Я не вижу Но политические По-другому Там есть другие Вот об этом И говорить не будет Я знаю Что есть Ну да Я просто задам вопрос Правильно ли Ты сам скажешь А с кем ты задаешь У меня вопрос Там знаешь ответ Так что отвечай За это За вопрос отвечу Правильно ли будет Если вся Латвия Если вся Латвия Будет говорить Только на латышском Вот к чему Никогда так Не было и не будет Мы когда-то Все по-немецки И так далее И так далее Ну маленькая нация Все равно мы должны будем Да Есть два рынка Для нас Вот скажем Ну Даже В смысле Музыки Да Или будем петь По-русски Но тогда есть надежда В Россию Попасть на тот рынок Ну конечно Многие думают Что на английском Тогда мы туда Но там Никто нас Особенно не ждет Так что все равно Мы будем должны Знать Я уважаю свой язык И все Ну У нас же рядом Латгальцы тоже требуют Что по-латгальски Все разговаривают Так что Вы по-немецки Еще говорите? Нет Я не Ну я помню Даже 800 лет же Была под немцем Нет Но я имею ввиду Что в детстве Вы говорите Все шпарили Да 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 У нас же много слов Вот То что относится Еде Там эти Немецкие Названия Так что У меня Ну У вас Вот Эти два берега Пускай останутся Не надо их соединять? Проясните? Не надо никого Вообще трогать Мучить А мучают? Да Да Пусть сами Пусть сами регулируют Ну или спросят Я думаю театр регулируют Самый Ну да Жизнь она как-то сама Вот только чтобы не обострить Какие-то Вот Вот это А помните 10 лет назад Какие события были Как раз 13 января в Риге 2009 года Вот здесь вот На Домской площади Как раз были Камни летели Камни в Сейм летели Ну еще по истории Тоже в 13-м году Тоже Да Это еще раньше Там память не помню Это 905 год Ну а что вы так переживаете? Ничего страшного А что сейчас В Париже творится? А как-то про это Желтые жилеты Я был здесь У Перекросска Да Да Сел в Национальный театр И Трех-четырехлетние Такие Дети Семь желтых этих Я подошел К этой учители Я говорю Вы на митинг идете? Или куда она смеется? Именно в этих Жилетах Да, да Они так гуляют Смешно Загуляли Ну вот видите Как французы Регулируют свое А у нас молчат Честно Я еще Ну вот 10 лет назад Не молчали И зато Все получили сроки Да, ну Теперь никто Не усовывается От греха Вы никогда не чувствовали Что на двух стульях Сидите? На одном берегу И на другом берегу Нет, я просто Понимаю Мне сейчас дома Когда собирается Вся эта моя родня По-моему У меня единственная Которая по-латыйски Говорит Все Английский И там И польский язык И датский язык И все И никаких проблем Нету Все в порядке Все в порядке И так и Должны будем жить В политике Все? Нет А что вот Помните Про лайму История Хотела спросить Не ругайтесь только Когда ее спросили Будет ли она Выступать в Крыму Вы знаете Я тоже Я не знаю Я не вижу Специальный вопрос Я не вижу Что здесь Какое-то преступление Я Не, я тоже не вижу Я просто у вас Хотела спросить Я не понимаю Но сейчас Многих артистов Проверяют Таким вопросом Вот я не знаю Ну а кто это Начинает опять Зачем это надо делать Ну Я уже об этом сказал Зачем это Надо было Закрыть границу Там Написано В свое время Кобзон Ну что он Потому что она поет Она ответила И Ну скажем А сейчас мы ее не видели Ну к сожалению Не видели на российском телевидении Так и есть К сожалению Довольно острые Вот эти ситуации Это очень опасно Не их влезть Да Я думаю Они сами должны Разобраться В этих делах Мы там Ну это так и бывает Что вот мстят Артистам За высказывания Ну бывает А было такое у вас Вот с вами как-то Это А не помнишь Когда мне торт В лицо бросил Ну а что это было Да Было Было За что Вот у тебя на двух стульях Вот от кого я получил это Вот так Разные люди Лана тогда сказала Что ну Раймонд Ну пирожное Там торт Ну здесь на рубашке Ну на груди Ну что бы За 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 воротником Ну хорошо Мы посмеялись А где-то это Если так подумать Это очень неприятная история Обидно Ну были Ну разные были Я в своей жизни Ну что я только не получал Ну это Это ну Понимаешь Потому и всегда лучше Вот как я поначалу сказал Не надо лезть в политику Отец мой был прав Сто процент Я ошибся Ну тоже Ну там Опять эти В свое время Это министерство культуры И так далее Мне тоже там многое Что напоминали Оказалось Ну Ну да Вот Сидел Учил в рояле И не лез Куда не надо Ну правильно же учил Да А украинские каналы смотрите Вот Зеленский такой Нет я не смотрю А этот квартал 95 Нет я не смотрю Нет Ну вот комик Я Нет нет Я вообще Я говорил Что это я Этот вопрос Могут только две страны Решать Пусть они решают Две страны Не надо другим ошибаться Да Как вам живется в Латвии Которой сто лет Лучше чем в той Которой было пятьдесят Или там Ну вы знаете Ну как Сравнить Ну я могу сравнить Я не зря говорил В свои молодые годы Ну Ну это был советский период Не черта у нас в принципе Не было Мы же жили И без Мы жили И все Как-то Да ну Из-за возраста Тоже надо Об этом Как-то Возраст Многое что решает Не знаю Обеспечить Обеспечить семью Может на концерт Пойти Может и Пойти в ресторан Вот так Не так много Посмотрите Значит финны Или кто-то приехал Выпевает У них это по-другому Да Но наших людей Там почти не видно Смотрите Вот Лайма Абсолютно был понятен Ее ответ Не за какие деньги В Крыму А это Просто Расшифровали Как хотели Каждый Да Конечно Но вот ваше время Вы же тоже Политически Не могли проявлять Против там ЦК партии Коммунистической партии Занимались творчеством И не было Этой необходимости В политической Участии Ну я не знаю Между прочим Я не был членом партии Да У меня же это Так что это Что есть Что есть Ну А сейчас На пресс-конференции Сказать про Украину И уже Да Да Ну нет Вот К сожалению Ситуация такова Такая И потому мы Стараемся Быть очень осторожным Этим делом Раньше так не было Ну странно Уходили от этого В советское время Были очень осторожными С высказываниями Теперь очень осторожными И теперь еще больше С высказываниями Так мы живем Ну что поделаешь Что поделаешь Открыли мешки КГБ Да Вам было любопытно? Ошибка Это Ошибка Зачем? Вам было интересно? Вы смотрели там знак? Абсолютно нет Вас вербовали? Нет Я Понимаешь Что здесь Говорить об этом Ну сперва Вот слово Это чекист И так Да Но дело Чекист Это 30-е годы Да Это чекист Потом были те ребята Которых я тоже знал Вот они После университета Они там рядом с театром Ну как бы Где были Но это были совсем другие дела Мы их всех знали Конечно Конечно с нас Когда мы ехали куда-то Ну Потом мы Отсчитывались Конечно С кем мы встречались Что за люди И так далее Так оно было Так оно было Ну Зачем это надо было Сейчас Все это открывать Это надо было Тогда уже в 90-е годы Все Иллюстрация Все Как немцы сделали Да У которого была страшная Эта организация Посмотрите Как они Все это Поставили На место Известно Что сейчас Какие-то бумажки Там ищут Показательные Торговые Мы же конечно Откровенно говоря Музыканты Же музыканты Мы же Про кого прочли Мы же его В покое Не оставили Да Да Ну это шутки Мы над этим Просто смеемся Да Из этого Не делали Никакие Невыводы Чтобы Кто-то Кого-то Обвинить Что он Кого-то Там я не знаю Предал Кого-то Я не знаю Такого Такого Даже Нет Нет Не надо было Этого Всего Нет Жаль Ну жаль Знаешь Как мне спрашивали Да Моя Тахохма Да А почему Тебе нет В списках Я говорю Майор И полковник Попозже Появится Понял Будем ждать Подождите Да Ну спасибо Все Спасибо Раймонд Валдемар Еще раз С днем рождения И вашу Лану Тоже Спасибо С днем рождения Вашего ангела Хранителя Что-то не вижу Но Есть подарки Есть Есть Увидимся Да Ну что ты А никто Был А никто Был И все в конце Все-таки Да Спасибо Счастливо До свидания